Детвора везде одинаковые, видите? Нашли грязь. Посмотрите, опять даже целый такой монумент любимейшей зверушки Рыжей Белки. Я специально наливаю в стеклянный стаканчик, чтобы вам было виднее. Что касается яиц, купленных на ферме, вот сейчас я купила, вот они. Я купила вас еще на одну английскую ферму. Давайте посмотрим. Называется Бридл Форд Фарм. Ферма очень большая, очень старая. У нее здесь огромная территория. Ну вот, если кто-то мне скажет, что она находится рядом с дорогой, то это не так. Рядом с дорогой находится только магазин, кафе. Здесь очень много посетителей всегда. Я уже скупилась, зашла. К сожалению, сразу не взяла с собой камеру в магазине. Там у них довольно многолюдно и запускают по одному. Мне просто неудобно было. Небольшое помещение, чтобы вам показывать там внутри, чтобы меня люди на улице ждали. Вот видите, здесь очередь, люди ждут на улице. И поэтому я не сняла вам внутри. Но вы знаете, что хочу сказать, что цены в два, а то и в три раза дороже всего. Например, я купила себе кусочек розбифа. Цена за килограмм двадцать фунтов. В общем, там дальше, по-моему, и сорок, и тридцать фунтов за килограмм мяса. Я сейчас хочу вам немножко показать внутри, как выглядит эта ферма. Вот она вот. Посмотрите, здесь даже доска такая старинная. Говорит о том, что давно существует эта ферма и процветает, как ни странно. Ну вот, посмотрите, у нее там стоят трактора, много техники. Сейчас провели тут экскурсию. Вот они там стоят возле тракторов. Женщина экскурсовод рассказывает, что здесь входит, как здесь все это происходит. Но мы с вами без экскурсии, я немножечко вам покажу, если желаете. Ну, тут особенно, конечно, все это такое больше интересное для детей. Вот видите, здесь у них такие как бы даже музейные помещения, чтобы проводить экскурсии. Рассказывают об этой ферме, как она работает. Вот здесь фотографий очень много наверху на стенах. Рассказывают историю этой фермы. Вот там косы, видите. Вот здесь наверху экран показывают, наверное, какие-то фильмы связанные. В общем, как говорится, англичане умеют хранить свою историю и умеют все это преподнести. И, в общем, сказать бы так, по правде ничего тут особенного и нет. Но, тем не менее, видите, люди с удовольствием посещают, платят деньги за эти экскурсии. И можно не только прийти сюда на эту ферму что-то купить, но и также посмотреть. Вот видите, вот там коромысла тоже старые, всякие кухонные приспособления на стене. Здесь даже не знаю, что это такое грейн. Какая-то тут что-то, короче, это я не знаю. Здесь вот еще коромысла. Колесо, чтобы молоть. Наверное, перемалывать пшеницу. Здесь подобие бычка какого-то. И сейчас мы подойдем, посмотрим. Я ждала, когда оттуда уйдут люди. Подойдем, посмотрим на коров. Вот видите, здесь ферма, коровы. Ну, сказать по правде запашок, конечно, у них не очень. Запашок опять вот этими какими-то химикатами, я не знаю. Ну, в общем, вот такая вот ферма. Трудно сказать, как они их тут отдают. Тоже, наверное, как-то автоматически. А детвора везде одинаковые, видите. Нашли грязь и рады до смерти. Я поближе подошла, но корова не хочет ко мне подходить. Вот видите, такие же, как у нас или не такие. Трудно мне сказать. Я не знаток коровьих пород. А это вот парковочные места. Для тех, кто приехал на ферму. Посмотрите, здесь как все занято. Трудно найти даже свободное место. Это вот моя машина припаркована, самая крайняя. Парковалась неподалеку от этой фермы. Хочу показать вам окрестности. Здесь очень красиво также. Это ферма в 15 минутах езды на машине от Райда и в сторону Ньюпорта по шоссе. Здесь также очень красивые места. Мы здесь с вами еще не бывали. Давайте посмотрим. Я не знаю, как вам лучше сделать съемку, друзья. Потому что многие не очень довольны тем, что я делаю озвучку дома. Да, и я думаю, что, наверное, на самом деле это не очень хорошо. Потому что у меня пропадает весь задор, вы знаете. И получается как-то мрачновато, скучновато. Ну, не знаю. Я пробую делать вам сейчас озвучку непосредственно на природе. Посмотрите, сколько здесь яблок опять нападало. Откуда-то накатилось. Где-то наверху, наверное, у кого-то растет шикарная яблоня. Ну, а мы посмотрим здесь вокруг. Опять же, на вот такие вот прекрасные, шикарные домики, коттеджики. Тут есть ПАП еще один. Вот. Ну, вы знаете, что я вам скажу? Вы посмотрите, какие яблоки прям даже хочется взять. Он какой огромный. Огроменный, битый. Попробовать, если точно знать, что он вкусный. Эти яблоки с холма катятся и катятся по всей дороге. Видите? Грустное зрелище. Огромные красивые яблоки. Ну, ладно. Что я хотела сказать вам, друзья. У нас на острове очень много ферм. Если кто-то даже серьезно интересуется этим вопросом, то можно, конечно, в Яндексе, в поисковой любой системе какой-то написать фермы острова Айлом Уайт. И вам выйдет множество ферм, по которым там не только есть магазины, и в которых есть какие-то звери, есть какие-то экзотические животные, не только коровы. Здесь у нас есть ферма, ой, ферма. Есть у нас здесь ферма с оленями даже. Представляете? Я, правда, там не была. Но так и называется. Дил фарм. Дил – это олень. Так вот, оленя ферма. Тоже больше 50 лет она здесь существует. Еще была у нас здесь ферма, вы не поверите, с фламинго розовыми. Ну, и она буквально закрылась несколько лет назад. Вот, наверное, в 2014 году, когда муж мой еще был жив, мы с ним все собирались, собирались, собирались на эту ферму фламинго посмотреть. Ну, и когда собрались, она, к сожалению, закрылась. Вот. Еще здесь есть ферма Гарлик. Чесночная ферма тоже довольно известная. Но, по мне, так там ничего интересного особенно нет. И еще здесь есть ферма Лам. Вот эти вот ламы. Прекрасные, красивые животные. И их разводят на ферме Лам. Здесь, посмотрите, опять даже целый такой монумент любимейшей зверушки, рыжей белки. Англичане ее обожают. И вот еще один ей возвели. Такой вот монументальный памятник. 108 почему-то написано. Я не знаю, что значит 108. Напротив, какой красивый дом. Как ни странно, вот смотрите, на ту сторону я перейти не могу. Там даже нет тротуара для людей. Там только дорога идет. Опасно. И туда-сюда снуют автобусы. Как-то, вы знаете, даже чаще, чем обычно они у нас сейчас в коронавирус ходят. Посмотрите, кто-то уже собрался праздновать Хэллоуин. А может быть и не Хэллоуин. Вот видите, две тыквы у входа. Возможно, какой-то праздник урожая. Из-за того, что здесь ферма недалеко. Еще один паб. Называется Избушка лесника. Или Рука лесника. Вудмен Армс. Не знаю, как перевести. У меня, к сожалению, нет маски, чтобы зайти туда внутрь. Вокруг этого паба такая на улице. Территория интересная. Здесь для детей, как обычно всегда, какие-то сооружения. И взрослые могут здесь посидеть на открытом воздухе. Кто-то покушать и понаблюдать за своими резвящимися на улице детишками. Очень здорово все придумано. Не устаю повторять. Все придумано, чтобы было удобно людям. Вот такой этот паб с другой стороны. Обошла вокруг. Показала вам, что внутри этого паба. Я нашла все-таки маску и зашла внутрь. Но здесь время обеда у них уже закончилось. Поэтому все пусто. Я взяла себе чашечку капучино. Сейчас посижу. Но вам показываю этот, наверное, один. Я хочу сидеть там. Спасибо. А я думаю, что не старинный, а такой обычный паб из современных. Но вот сейчас сяду, попью кофе, посмотрим. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Привет. Погоди, пожалуйста. Выпили кофе. Топили. Пошли. Ну вот. Давайте смотреть, что я купила. Вот мне прям даже упаковали вот в таком ящике из фермы этой. Вот дали мне такой чек. Сейчас будем смотреть. Я не знаю, сколько что стоит. Шесть яиц. Написано большие яйца, крупные. Ну, вот они действительно крупные. Шесть штук. Фунт девяносто. Так, смотрим дальше. Молоко. Молоко. Витамины всякие тут. Зачем они мне, непонятно. Так, вот она такая. И написано. Бридлс Тфорд Фарм Дайри. То есть это все продукты из этой фермы. Уже заговариваюсь. Вы знаете, не хочется мне мешать слова английские, русские, потому что очень сложно. Те, кто переходит вот так, как я с русских на английские, может меня понять. Остальные, пожалуйста, не пишите мне про мое произношение. Так, сколько стоит эта бутылка молока? Смотрим. Молоко. 2,45. Вот такая бутылочка. 2,45. Представляете, когда обычная бутылка молока в магазине. Вот я вам достала. Обычная бутылка молока. Практически упаковка. Тоже это у них, сколько здесь, 2 литра. Значит, вот эта бутылка молока из Теска стоит фунт 5 центов. А эта стоит 2,45 фунта. Вот такая вот большая разница. И потом, по-моему, даже бутылка у них поменьше на ферме. Так, смотрим дальше. Вот такой вот кусочек рамп стейк я купила. И он стоит 3,57. Вот этот вот кусочек. Сколько грамм, тут даже не понятно. Потому что, ну, просто мне написали цену, да и все. Вот такое я купила. Вот смотрите. 6 яиц. Кусочек малюсенький биштекса и 2 литра молока. И я истратила 7,92. Вот смотрите, перед вами чек. Видите? Так, значит, я, конечно же, сейчас это все попробую и вам расскажу, отличается ли молоко. Ну-ка, давайте сначала молоко. Конечно, я попробую. Трудно мне одной рукой открывать, конечно. Вот такая здесь крышка. Вот так. Вот так я специально наливаю в стеклянный стаканчик, чтобы вам было виднее. И попробую на вкус. Ну, друзья, конечно, сравнения никакого. Шикарное молоко. Действительно коровье. И при том, по-моему, очень жирное. По сравнению вот с этим, это молоко на вкус я знаю. Но да, это молоко намного лучше. Оно даже, видите, вот желтое такое. Да, молоко вкуснее. Что касается яиц, купленных на ферме. Вот сейчас я купила. Вот они. И вот такие тоже Big Fresh яйца. Это я купила. Ну, это тоже из дорогих, в общем-то. Вот смотрите. Вот такой величины, да. И давайте смотреть вот эти. Вот разница есть, нет? Ну, вот смотрите. По величине. Давайте я вот так вот рядом положу. Мне даже самой интересно. Ну, вот из фермы вот этой. Чуть-чуть покрупнее. Ну, и, конечно же, у них желтки очень насыщенного цвета. И после того, как я попробовала, я почувствовала разницу. Обычно я такая неверующая Фома, я разницы не чувствовала. Покупала вот эти. Они тоже из дорогих, эти яйца. Бывает даже вот органик, то есть натуральное все. Но я покупала в супермаркетах. Теперь я стала покупать вот на фермах. И вот эти вот стоят фунт 90, да. Ну, вот так, друзья. Вот такие вот продукты. Когда попробую мясо, я вам расскажу. Я в основном-то поехала все-таки на эту ферму, чтобы купить какого-то хорошего мяса. Но цены там, друзья, как я вам уже перечислила, там самый дешевый кусочек мяса на 17 фунтов за килограмм. И до 35 фунтов за килограмм. Вот такое вот это. Если что касается говядины, свинина тоже, по-моему, вот что-то от 17 фунтов. Хотя обычно свинина дешевая. Но, в общем, цены очень дорогие. И если мне понравится, то я уже, невзирая на цены, буду покупать лучше, более качественные продукты с фермы.